Расовая неприязнь В этом ряду мы бы хотели остановиться на книге политолога Фуада Ахундова «Разрушители фальсификаций», опубликованной в Баку в 2012 году. Армянская сторона заявила, что в ней представлены факты, искажающие не только историю Армянской ССР, но и историю России. Между тем, в книге «Разрушители фальсификаций» нет ни одного азербайджанского автора или источника. Сейчас проходит книжная выставка в Москве, и там армяне выставили книгу про героизирующую нацистского преступника Горигин Ниждэ. Российское правительство, ну, может быть, даже местное правительство на уровне власти субъекта федерации, то есть уже они демонтировали один такой памятник Горигин Ниждэ. Можно было бы поднять вопрос, что почему на территории России идет пропаганда, героизация нацистского преступника Горигин Ниждэ. И, к слову, я хотел бы добавить, сегодня было заявление армянское, что там Азербайджан якобы занимается человеконенавичницей, пропагандирует литературу, выставляет литературу человеконенавичницей, армяно-ненавичницейского содержания, и там перечисляют мою книгу «Разрушители фальсификаций». Вот здесь они действительно попали пальцем мне, потому что я принципиально собрал в этой книге только и только зарубежных авторов. Там нет ни одного азербайджанского автора. Более того, там отдельный блок называется «Ученые мира армянского происхождения против историографии Еревана». То есть, когда они говорят, что это книга армян-навистническая, у меня уже был такой случай. Хостинг происходил в американской компании, и они обратились, две тысячи подписей обратились к хостингу компании, что вот так и так. И тогда мы этой компании направили эту главу, которая так и называется. Как мы можем ненавидеть армян, когда в моей книге цитируется целый блок, десятки армянских ученых говорят, что в Армении занимаются фейкометством в историографии. Вся моя информационная работа направлена именно на поддержку армянского населения, информационную поддержку, потому что они действительно жертвы сплошной фейковой историографии. Я хочу поддержать их просто. А потом я же не навязываю им. Я предлагаю альтернативную версию, а пусть они сами потом выбирают, посмотрят. Там еще одно предложение. Там один автор, Хьюсон, пишет, представляете, армянин, профессор Калифорнии, я у вас помню его цитировал, говорит, что, когда я приехал в Ереван, мне говорят, что ты там ерундой занимаешься, профессоры американского говорят. Ты лучше наши разработки переводи на английский язык. То есть, ты наши фейки переводи на английский язык, и так ты поможешь своей родине. Вот в каком состоянии армянское население. Книга «Разрушители фальсификаций» полностью построена на архивных материалах, источниках и исследованиях зарубежных авторов. В данном труде приведены ссылки и цитаты нескольких сотен европейских, американских, царско-русских, российских, советских, грузинских и армянских ученых и авторов. Более того, есть отдельные главы, в которых собраны высказывания армянских авторов из США, Европы и России. Эти армянские авторы разоблачают фейковую древнеармянскую историю и разбивают ее постулаты. Они показывают Армению, как страну, которая постоянно занимается производством фейков. И эти армянские ученые, такие как процитированный Фуадом Ахундовым Роберт Хьюсон, соответственно, отказываются участвовать в распространении придуманных в Армении фейков, потому что, как серьезные ученые, они знают, что это неправда. Еще раз повторяем, в книге «Разрушители фальсификаций» нет ни одного азербайджанского автора. Поэтому, прежде чем критиковать и обвинять, представителям Армении стоило хотя бы ознакомиться с ее содержимым. Это во-первых. Во-вторых, армянам на ярмарке стоило взглянуть на собственный стенд, где красовалась книга Горегина Нжде, гитлеровского пособника и автора нацистской идеи цехокронизма. Да, цехокронизм на русский язык переводится именно как «нацизм» и «расизм». Но как же так? Армянская сторона сама размещает книги «Теоретика нацизма и расизма» и при этом обвиняет азербайджанскую сторону в расизме. Что это, если не верх цинизма? В-третьих, как минимум смешно выглядят попытки обвинять Азербайджан именно в расизме. Надо ли это понимать, что армяне являются отдельной расой? Увы, политика по производству фейков в Армении успешно продолжается. Армяне доказали свое мастерство в этом нелегком деле, в том числе и в ходе 44-дневной Карабахской войны 2020 года, когда обманывали свой народ и мировое сообщество. Результаты этого фейкометства были плачевны, прежде всего для армянского общества и сознания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова